Всем привет! Сегодня у нас будет история от подписчицы. Давайте сразу к ней приступим. Она ждет моего мнения по этому поводу, но в принципе она была не против, чтобы я зачитала это на своем канале. История довольно-таки банальная, это очень часто у многих встречается, так что если кто-то знаком с этой проблемой или у кого-то было точно так же, пишите в комментарии об этом. В общем, как всегда, пообсуждаем. Давайте не будем откладывать, приступим. Мы познакомились банально в интернете. Он живет и работает в Европе. Его родители находятся в Турцию. Он с очень религиозной семьей, я хочу это подчеркнуть. Его папа профессор в университете, мама, сестра и ходят они в платках. Когда мы познакомились, ему было 30, а мне 34. Он написал мне первую, прекрасно зная, что я старше его. Он самостоятельный человек, живет отдельно от родителей уже больше 10 лет. То есть, наверное, в 20 лет, может быть, на учебу уехал. Понятно. Я спрашивала, будут ли его родители против наших отношений, если я не мусульманка. И иностранка. Он уверял, что нет. И когда придет время, он им все объяснит. До первой встречи общались 3 месяца в Вайбере на английском языке. Затем он приехал ко мне в город. Мы гуляли каждый день. Нам было весело, интересно. Он мне нравился. И когда он вернулся домой, через неделю предложил быть его девушкой. Я согласилась. Через 2 месяца он пригласил приехать в гости к нему в Европу. Он купил мне билеты. Я взяла отпуск на работе и поехала на 10 дней. Потом на новогодние праздники мы снова встретились на 5 дней в Европе. Я была с друзьями. Он приехал специально меня увидеть. После праздников я вернулась домой. Мы продолжали общаться, как обычно, каждый день по телефону. Он стал настаивать, чтобы я бросила работу и переехала к нему. Мы решили, что нам надо что-то менять и отношения по телефону нас больше не устраивают. Ну, кстати, логично. Так и должно быть, так и должны развиваться отношения. Говорил, приезжай на 3 месяца и летом я тебя познакомлю с родителями и мы поженимся. Я долго не решалась. Весной еще раз поехала к нему на неделю. Потом летом мы поехали в Валанию. Он постоянно просил бросить работу, переехать к нему, но при этом не спешил знакомить с родителями и постоянно просил подождать. Меня это смущало. Хотелось сначала познакомиться с родителями, а потом переезжать и строить отношения. Я думала, так будет правильно и чувствовала это важный момент, так как знала, что родители в турецких семьях могут быть против, и это не шутки. В один прекрасный день после очень сложной рабочей недели я сдалась и решила все бросить и поехать к нему. Вот она, собственно, девушка и сама понимает, да, где совершила ошибку. Ну, если это так можно назвать, да, ошибкой. Я переехала несколько месяцев к нему в Европу в августе. Было сложно, иногда материально, иногда и морально. Но прожив вместе все это время, мы поняли, что нам хорошо и комфортно вместе, и в будущем мы должны быть вместе. Его родители не знали, что мы живем вместе, и у нас был план, по которому я останусь с ним до того, как он уйдет в армию на три недели. Мы хотели после армии пожениться в моей стране и оформить документы, с которыми можно было жить вместе в Европе без визы. Перед армией он пообещал, что когда вернется, скажет родителям про наши отношения, что это для него серьезно, что мы хотим пожениться. Когда закончилась виза, я приехала домой, он дал мне немного денег на один месяц, так как я уже не работала. Он поехал в Турцию служить в армию на три недели. Его план был таков, что поговорить с родителями в последний день пребывания в Турцию после армии, а затем сразу уехать в Европу на свою работу. Вот пришел день разговора с родителями. По его словам, он все объяснил, и его отец ответил, что уважает его решение. Но через несколько дней, когда мой мужчина был уже дома в Европе, ему позвонил отец и сказал, что категорически против, если он женится на мне, и что я старая и не мусульманка. Напомню, что разница у них четыре года. Сказать, что я расстроилась, ничего не сказать. Я со своим любимым мужчиной почти два года уже. Мы вместе пережили столько счастливых, а иногда и сложных моментов. Мы строили планы, мечтали, каждый день говорили по телефону, и все получилось не так, как мы планировали. Он сказал, что давай подождем и продолжим отношения. Зовет приехать к нему на Новый год. Говорит, учи турецкий язык, потом найди новую работу у себя на родине, потом посмотрим, может, родители поменяют свое решение. Но я, честно говоря, очень сомневаюсь, что что-то изменится, что он пойдет против мнения родителей. Он говорит, что у него есть я и родители, он не хочет никого терять, и я понимаю, что не получится, и надо выбирать. Мне сейчас очень плохо, я подавлена, что кто-то может решать за нас, быть нам вместе или нет. Его родители постоянно пишут ему, пардон, его родители постоянно ищут ему невесту в Стамбуле, он всегда отказывается. Теперь они знают, что я есть у него, но непонятно, сколько продлятся наши отношения. Наши планы изменились, и теперь я не знаю, как мне быть, продолжать отношения на его условиях, или мне надо настаивать на том, чтобы он все-таки сделал выбор. Как мне поступить, стоит ждать, или стоит иметь гордость и самой уйти из этих отношений, если он сомневается и так легко изменил наши планы. Я его люблю, и какой бы выбор я ни сделала, я понимаю, без него мне будет плохо, я его очень люблю. В то же время я не хочу, чтобы он портил отношения с родителями за меня, я вижу, как он подавлен, расстроен от этой ситуации. Как вы считаете, есть ли у меня шанс с моим турецким мужчиной? Что могу сказать? Очень банальная ситуация. Очень многих, потому что банально, не в плане того, что ничего здесь страшненького, все банально, нет. В том, что это очень у многих бывает. И, к сожалению, да, здесь много мальчиков воспитываются, как маминки на сынки. Ну, у нас, в принципе, на родине тоже, да. Когда они не могут пойти против своей семьи. Но, блин, у меня, например, есть моя подруга, с которой я здесь общаюсь. У нее муж из религиозной курдской семьи. Где бы, ну, не то, чтобы не хотели иностранку, они вообще никогда не думали, что она может быть в их семье. То есть мысли никогда такое не допускали. Плюс у них этот сын, муж ее, в их огромном семействе, если так можно выразиться, самый главный, он главный дает достаток всему-всему курдскому их семейству, в всей их семье. У них очень много братьев и сестер. Они все очень самостоятельны. Но благодаря этому парню, мужу этой девушки, потому что в его бизнесе работают все его братья, сестры, племянники и все-все-все-все прочее. То есть как бы вот такой лакомый кусочек они бы не хотели из семьи своей отдавать. И тем не менее, когда он привел, скажем так, в свой дом иностранку, женился, начали рожать с ней детей, сначала они настороженно, но нейтрально как бы, да, принимали ее. Потом они поняли, что разницы никакой нет, как национальности в плане, они живут на нейтралитете, никто никого не, скажем так, они живут далеко территориально, в одном городе, но в разных сторонах города. И поэтому физически как бы не надоедают. Живут, скажем так, своим особняком, это семейка, и при этом помогают. Они, как вы еще нашли компромисс, они помогают финансово также своей семье, все вместе замешанные друг другу помогают и в горе, и в радости, и праздники отмечают, да. Но в личную, в семейное вот это пространство, в семье как очага, свекры к этой девушке не лезут, несмотря на то, что парень из религиозной, курдской такой семьи, которая живет общиной вообще. Ну, вот так, потому что он ее любит, потому что он пошел, по сути, вначале против своих родителей. Но там и родители, как бы, знаете, были не супер нейтрально как-то настроены, они, пардон, не супер негативно и в штыки восприняли, они просто были сначала в шоке, потом начали присматриваться, но не супер с распостертыми объятиями. И врать об этом они тоже сначала не стали. И вот касаемо истории этой девочки, что я хочу сказать, что очень многие попадают в такие ситуации и в ситуации еще хуже, чем эта. Но выход из них находится. Классический вариант, как очень часто бывает, девушки выходят замуж в таком блоке, родители либо перестают общаться с новой чейкой семьи, либо они не присутствуют на свадьбе, либо скрипя зубами, но нейтралитет держат, то есть крайне как-то негативно. Но когда рождаются дети, они все равно возвращаются, мир в семье налаживается всегда. Родители, как правило, из-за внуков начинают теплеть, хотят общаться, детей в Турцию очень любят. И, в принципе, проходит определенный промежуток времени немаленький, люди притираются, понимают. И самое главное, знаете, что запомните, кто в такой ситуации, вот для девушки на будущее, скажу, родителям всегда важно видеть, как их ребенок, неважно сын или дочь, насколько он любим своей второй половинкой в новой семье, которую он создал. Насколько, знаете, у сына будут глаза гореть, насколько он будет счастлив, накормлен, чисто одет, поглажен и все прочее. Как он счастьем, воудушевлением будет рассказывать о своей семье, о своей девушке, жене своей, понимаете. Когда родители видят, что их ребенок счастлив, то сам вот этот градус негатива, недовольства, он уже начинает спадать. Если родители, ну, в здравом смысле и любят своего ребенка, если это, конечно, категорически настроенные, странные эгоисты какие-то, которые просто нет, только, по-моему, никак, даже вплоть, мой ребенок будет несчастен, но я лишь бы, по-моему, был. Это вообще отдельная история, это немножко больные люди. Но если здраво так рассуждать, да, то каждый родитель все равно потом оттает, когда увидит, что его ребенок нашел свое счастье, и эти отношения ему приносят только хорошие эмоции. Касаемо этой девушки, как ей поступить? Да, я бы не сказала, что это прям ошибка была, потому что она к нему переехала без знакомства. Рано или поздно бы это случилось. Мне кажется, проблема вся не в родителях, а в этом парне. Он знал реакцию своих родителей, он просто врал, оттягивал, он знал, что так будет, он просто не хотел этого момента так быстро, возможно. Он просто не хотел тебя тоже терять, и поэтому его вранье в какой-то степени, ложь в плане реакции родителей, что да, все будет нормально, он же заверял. Ты в это поверил и думал, так и будет, но казалось, нет, он знал, что так будет. Он просто оттягивал этот момент, и, к сожалению, когда это сейчас произошло, родители сказали свое конкретное нет, к сожалению, он продолжает оттягивать. Он тебе говорит о том, что возвращайся к себе на родину, найди себе работу и учи турецкий язык. Неопределенность временная. Да, вы уже два года, и плюс еще вы, и он, ну, у него еще возраст такой по турецким меркам для женинга самый сок, да. У тебя тоже возраст самый сок. Но я про то, что ты на человека тратишь время, уже два года потрачено, и насколько откладывается, это неизвестно. Во-первых, ты для себя должна уяснить, сесть с собой поговорить, сколько я готова ждать. То есть такая реально, как ты видишь, огромная любовь, жить без него не могу, очень сильно его люблю, без него мне будет в любом случае хуже. Ты должна понять, сколько ты можешь еще ждать для себя, самоопределиться. Пусть это будет полгода, там, не знаю, три месяца, год, пять лет. Для каждого у тебя будет своя дата. Это раз. Второе. Ты должна озвучить свое вот это решение и сказать ему, если у вас как бы такие доверительные отношения, дорогой, так и так, окей, я принимаю твои условия, я вернусь к себе на родину, найду опять работу, но я буду ждать, скажем так, вот три месяца, или там полгода, или год. Ну, год это даже уже, мне кажется, многовато, я вот честно надаю на улаживание, полгода бы оптимальный самый срок. И там уже вы там рассуждаете дальше, какого решения ситуации будет, расстаетесь и все. Да, и ты с гордого поднятой головы уходишь из отношений. Другой вариант, прямо сейчас расстаться, если такая любовь и все в принципе в отношениях нормально, я не вижу смысла сжигать мосты, убегать, расставаться сейчас. Но можно было бы в этой ситуации посоветовать, ой, да ты все-таки, понимаете, ехать знакомиться, пытаться понравиться и быть, может быть, отчасти чем-то неестественным. Это не тоже хороший есть вариант подстраиваться сильно под них. Если через этот перелом себя ради этой подстройки ты все-таки, ну, тебя примут, ты никогда не понравишься. Тебя просто примут, скрипя зубами, стиснув зубы, просто молча. Ну, просто допустят. И просто у вас будет свадьба, ничего хорошего не будет, потому что тебя эта семейка будет всегда проламливать, сгибать, они будут думать, что ты всегда будешь подстраиваться. Это в дальнейшем огромные проблемы. И вот с такой тактики постараться понравиться его родителям, я считаю, не нужно подкатывать. Это нечестно по отношению хотя бы к себе. Это предать себя в какой-то степени, да. Неплохой бы вариант был, чтобы, да, прошло какое-то время, вернуться, возможно, к себе на родину, месяца два-три, начать учить турецкий язык, как твой парень не говорит, какие-то первые там слова, общие здрасте, до свидания, все прочие дела такое. И каким-то образом начать знакомиться с его семьей. Пусть это издалека, это бывает, знакомишь сначала с кузинами, там, кузинами, с какими-то тетями, такое бывает. Такое пробное знакомство. Потом уже они доносят хорошую весть до родителей, и родителям уже парень должен подкатывать, мол, я приеду знакомиться. То есть проблема не столь велика, да, ты можешь либо уйти в оппозицию, надавить на него, я думаю, он не захочет, он сломается и уйдет из отношений, потому что он очень долго это все готовил, очень долго растягивал, это говорит о том, что он не готов. И давить на него вообще не вариант. Просто уйти с города поднятой головы тоже не вариант. Тебе это не нужно, тоже все терять не хочется, два года ты на это тратила. И в итоге, мое личное мнение, тебе надо какой-то выждать период для себя, решить, сколько ты готова ждать, что ты будешь ждать, чтобы твой парень у него появилось, или было желание, ты должна с ним поговорить, на это знакомство, на ваше будущее. Насколько я вижу, по письму, он не хочет стараться. Да, он оттягивал до последнего, да, у него был такой план, но он тянул, он мог в любой, вот честно, взять в любой момент трубку телефона, позвонить родителям и сказать, я начал встречаться, она иностранка, и все, положить трубку, ну просто для примера. Не важно, как что отреагировать, если бы он хотел, он бы и так мог сделать. А то он, блин, два года откладывал, а потом он откладывал на свою армию. Вот это все оттягивание. Это его страх быть против своих родителей. Зачем ты себя в жертву ставишь в этих отношениях, мне непонятно. В плане том, что я не хочу, чтобы ему было плохо, чтобы он с родителями ругался, я не хочу, чтобы они там что-то обо мне были в негативе, ну это в принципе понять можно. Всем было хорошо, а что мне делать в этой ситуации, что всем было хорошо? Так не бывает. Это проблема твоего мужчины. Его страх от своих родителей, его страх быть мужиком, взять в ситуацию в свои руки, и его страх, если родители будут против, он даже не думает о том, как налаживать с ними общение, он просто опять, блин, куда-то что-то откладывает. А куда и насколько, непонятно, он сам не знает насколько. Его просто психика, его поведение по жизни, если что-то плохо, он засовывает голову в песок. Это тебе звоночек о его поведении в каких-то конфликтных ситуациях. Он всегда так будет вести, не только с родителями. Вы будете вместе жить, семья у вас будут, финансы какие-то трудности, он пойдет бошку в песок засунет. Те какие-то проблемы надо решать, он голову в песок, он убежит, он отложит. Это тебе звоночник. Нужен тебе такой мужчина по жизни, с такой чертой в характере. Или нет. Это тоже не просто так такие испытания. Бывают до того, как у вас все далеко не зашло, брак, дети и все прочие дела, чтобы ты имела в виду, с кем ты имеешь дело. И все же вот этот весь сумбур, если сократить, я считаю, что ты выжидаешь, но при этом ведешь разговоры со своим мужчиной, конкретики, сколько мы будем ждать, что мы будем ждать, насколько я должна к себе вернуться, и все-все оговаривайте, потому что он тебя откладывает на неизвестный срок, я тебе честно скажу. Так поступают люди, которые не хотят решать ситуацию. И когда ты это уже для себя примешь и поймешь, да, он вот такой, уже посмотри, каков градус по шкале твоей любви к нему, а тебе приятно, что к тебе так относятся, что тебя откладывают на потом. Каково тебе быть с таким мужчиной? А такого ты мужчину перед собой с собой видела? Эти эмоции твои, влюбленность, она поубавится, ты, скажем так, без розовых очков увидишь человека, какое он есть, его поведение. И тогда ты уже реши, а я хочу видеть такого мужчину рядом с собой. Если в ответ будет твой утвердительный, да, у меня он устраивает, да, я принимаю вот такую черту характера, вот начинайте конкретизировать и вместе прорабатывать шаги по вашему будущему, конкретные какие-то временные отрезки и в общем ты понимаешь к чему я веду, да? То есть ты должна для себя сначала понять, нужен ли тебе мужчина, который себя так ведет? Если да, то вот тебе как нужно действовать и план действий дала. Жечь мосты всегда успеешь, но попробовать настроить еще что-то в этих отношениях можно, но просто так откладывать, как он предлагает бессрочно, на потом, на неизвестно на сколько едь, вообще непонятно чего, я точно не советую, потому что вы из этого никогда не выйдете, он никогда потом не захочет решать эту проблему, ваши отношения просто сойдут на нет под твоими психами, истериками, все равно вы разругаетесь в итоге от вот этой неустановленности, короче, в этом придет конец. И пока вы сейчас на переломном моменте стоите, не дай этому моменту дать точку отсчета назад, чтобы ваши отношения развалились. Ты сейчас можешь попытаться все это, скажем так, склеить грамотно и начинать встраивать ваше поведение, ваше будущее совместное. Для этого еще пойми, хочет он вообще решать эту проблему, разговаривать с родителями, какие у него планы на этот счет, что он тебе предлагает отложить от критики, вообще никакое не сказано. Так что, разбирайтесь в ваших отношениях, если это видео для тебя было полезным, я искренне рада, я хотела бы тебя поддержать, ты не одна просто в такую ситуацию попадаешь, и главное для себя вообще, проблема-то, кстати, не в родителях, даже здесь, согласись, тебе просто неприятно от этой ситуации, что ты два года потратила, он знал все эти два года, что так будет. Он для тебя мог говорить, он мог себя специально обманывать о том, что да нет, родители нормально отреагируют, да нифига, он знал в душе, он все знал, он своих родителей с рождения, потому что знает, и проблема здесь вот в этом отношении какого-то части предательства тебя, вот этот неприятный осадочек остался от этой ситуации, не родители за него решают, понимаешь, если он конкретный мужик, он знает, чего он хочет в жизни, какие у него планы, никто никогда, он как стена, его нельзя сдвинуть, никакие родители на это не повлияют, он неведомый человек, если он конкретно знает, что он хочет, а когда на него можно повлиять, найти ему, предложить невестку или еще что-то, это говорит о сомнениях этого человека, жду ваши комментарии, я знаю, девочек, это популярная история, еще многие с этим сталкиваются, пишите в комментариях в поддержку этой девушки, как вы в подобной ситуации преодолевали такие проблемы, жду ваши комментарии, всем пока!